Друзья, салям, я в Турции и вчера я поговорил с нашим дорогим другом, с моим дорогим другом Тимуром Гази вообще на тему экономики и политики в Турции. И вот сейчас прямое включение вам из Царьграда, ой, простите, из Константинополя, ой, простите, из Стамбула. Приятного просмотра. Ну, если смотреть просто по ценам, по соотношению лиры к доллару, по росту цен, то вообще ничего не понятно. Потому что на самом деле даже рост цен не коррелирует с падением лиры относительно доллара, например. То есть цены выросли больше, чем изменился курс лиры. Гораздо больше. Если мы в России в своем время привыкли, что все, какая-то ориентация на именно курс доллара, да, то здесь не так, здесь непонятно почему, что, то есть к чему ведут власти, неясно, они не объясняют, да. Но при этом, да, что интересно, магазины полны, именно от покупателей ломятся, да, народ, значит, деньги-то имеет, да, ходит, что-то покупает, и все плачут. Но когда турок рассказывает, как ему плохо жить, это значит, что у него еще очень много денег, да, потому что у него еще есть и силы, и желание рассказывать, как ему плохо, да. Это вот такие вот гонщики здесь не просто так носятся, да, на хороших дорогих тачках. За безумные деньги купленных здесь очень дорогие автомобили, просто безумно дорого все это стоит, но очереди стоят, все скупается, все дорожает, и все улетает со свистом просто-напросто. Поэтому трудно сказать, что происходит с экономикой. Ну, вот чисто с моей точки зрения, да, народ готовит к тому, что придет некий новый лидер, который консолидирует расколотые общества. И, соответственно, там наведет какой-то порядок. Я думаю, что все похоже на то, что происходило в России после 96-го года. Лекалы-то одни и те же, никто ничего нового не придумывает. Со времен Константинополя ничего нового не придумывает. Так ведь, на самом деле, как раз Константинополь-то и придумал все. Все идет оттуда. И когда нам просто рассказывать, что, значит, европейская цивилизация своими корнями вышла из какой-то там Греции, там, да. Ну, да, наверное, из Греции, если за Грецию считать, Ромейскую империю с центром в Константинополе. А не вот эти вот там тысячу лет, которые было козьим пастбищем. Непонятная там отсталая провинция Османской империи, которая сейчас именуется Грецией. Да. Вот, поэтому, ну, да, все вышло отсюда, европейская цивилизация отсюда, и лекала все тоже отсюда. И такой вопрос, так как у вас очень много приехало наших сограждан общих, мы видим там ситуацию, что в Дубае конкретно просто бесконечное количество инфо-цыган и разводил вот этих вот всех. Чем здесь люди зарабатывают на жизнь? Потому что в Дубае мы поняли, чем. Большая загадка. Я вообще не представляю, как здесь можно зарабатывать в принципе, да. В основном, я так понимаю, что такие какие-то внутренние тусовки, и самые успешные предприниматели, скажем так, выходцы из России, это те, кто зарабатывает на выходцах из России. Да, то есть это вот риэлторы, это там те, кто продает, сдает недвижимость, и какие-то там организовывают какие-то связи между Турцией и Россией, да. Ну, или может быть, там, я не знаю, там, Азербайджаном, да. Ну, то есть бывшее постсоветское пространство. Это, наверное, самые успешные здесь предприниматели. Но это, опять-таки, очень-очень субъективный взгляд, потому что я сам бизнесом не занимаюсь, и поэтому мне сложно судить. Но я примерно представляю себе, как ведут бизнес турки, и я очень плохо себе представляю, как вообще с ними можно делать бизнес. Это очень своеобразный народ со своими, ну, абсолютно инаковыми подходами к бизнесу как таковому, да. Это совсем не то, к чему мы привыкли, там, в России, когда, там, ну, условно говоря, ну, люди пытаются сдерживать свои обещания, люди пытаются доделывать свою работу, да. И когда это не делается, то это считается уже, ну, чем-то аморальным, плохим. Это кидок. Здесь это не кидок. Это нормально. Да, но, опять-таки, кто умеет, тот умеет. Но кто умеет, я знаю лично, ну, по большому счету, одного человека, который реально сумел построить бизнес с турками. И все. Хотя у меня достаточно широкий круг знакомств. Поэтому, я не знаю, большая загадка, как здесь люди зарабатывают деньги. Ну, по крайней мере, я здесь ни одной копейки в Турции не заработал, только трачу. Продолжение следует...